МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нацбанк резко повысил курс евро. Еще вчера европейская валюта стоила 208 тенге 80 тын, а сегодня уже 211 тенге 71 тын. В сети обменников продажа евро наоборот со вчерашнего дня упала на 2 тенге с 213 тенге 40 тын до 211 тенге 40 тын. В некоторых банках евро также со вчерашнего дня продается дешевле. Курс упал с 213 тенге 25 тын до 211 тенге 20 тын. В Западно-Казахстанской области спрос на доллары стал превышать спрос на российские рубли. Если в ноябре в банках и обменниках объем продажи составил 41 миллион долларов, то в последнем месяце года население приобрело уже 29 миллионов долларов. Одновременно жители области проявляют стремление переложить свои сбережения из тенге в валюту. К концу года объем срочных вкладов физических лиц в банках в долларах США по сравнению с ноябрем вырос на 19,6%, тогда как срочные вклады в тенге за этот же период сократились на 22%. Казахстанские банки вследствие этой тенденции в проведении клиентов испытывают дефицит тенге, сообщают эксперты финансового рынка. Доходность пенсионных активов Казахстана почти утроилась в 2014 году. За период с 1 апреля 2014 года Национальный банк осуществил инвестирование пенсионных активов согласно принятой инвестиционной декларации ЕНПФ на сумму в 1,48 триллиона тенге или 8 миллиардов долларов. Основной задачей Национального банка в 2015 году является повышение доходности пенсионных активов до 7%. Годовая инфляция по итогам 2014 года составила 7,4%. В Казахстане планируют создать более 40 тысяч новых рабочих мест. Правительство совместно с местными исполнительными органами, руководителями компаний и предприятий приняли все меры, чтобы в первую очередь обеспечить занятость населения и создать новые рабочие места, сообщил заместитель премьер-министра Бардыбек Сапарбаев. Он отметил, что разработанная и принятая в ноябре минувшего года новая экономическая политика Нурлыжол нацелена как на развитие инфраструктуры, так и на создание рабочих мест. При полной реализации и эффективном использовании выделенного одного триллиона тенге будут созданы дополнительные рабочие места. По прогнозам нашего министерства мы думаем, что дополнительно будут созданы около 400 тысяч рабочих мест. Доля казахстанского содержания в нефтегазовой сфере республики достигла 54%, сообщил министр энергетики Владимир Школьник. Глава Минэнерго отметил, что по итогам 2014 года общий объем закупленных товаров, работ и услуг недропользователями нефтегазового сектора превысил 3 триллиона тенге. Он также отметил, что политика развития казахстанского содержания является одной из ключевых в деле поддержки отечественного бизнеса. Сейчас настала пора действовать в единой связке для комплексного взаимодействия и сотрудничества между субъектами разных отраслей экономики и разных регионов республики Казахстан. Депозитов в Казахстане Валютная выручка российского нефтяного гиганта компании «Роснефть» стала стабилизирующим фактором для рубля. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. За 2014 год «Роснефть» продала на валютном рынке страны около 93 миллиардов долларов. Он также отметил, что компания заложила в бизнес-план на текущий год стоимость нефти на уровне 50 долларов за баррель. «Роснефть» — это крупнейшая российская нефтекомпания, наращивающая добычу в жесткой конкурентной борьбе на мировом рынке, на котором в 2014 году страны ОПЕК демпинговали, перебивая клиентов друг у друга, ставя партнеров по картелю на грань выживания. Вместе с тем Россия не ожидает снижения добычи нефти в 2015 году. В прошлом году добыча достигла максимального за постсоветский период объема в 10,58 миллиона баррелей в сутки, чему способствовали несколько новых месторождений, в том числе арктических. С начала 2015 года среднесуточная добыча составила 10,66 миллиона баррелей, несмотря на то, что санкции запрещают западным компаниям участвовать в разработке новых месторождений и затруднять кредитование российских компаний. Белорусов заставят платить налог на долги, даже взятые у соседа. Новшество затронет в первую очередь людей, которые при заполнении декларации о доходах и имуществе объяснят, что квартиру или машину купили за взятые в долг деньги. При этом долговая расписка может быть оформлена хоть пять лет назад. К таким же кредитам и займам отнесли доходы от иностранных организаций и предпринимателей. После возвращения долга налог можно будет вернуть. Для этого нужно написать заявление и принести налоговому инспектору документ, который подтвердит возврат займа. Новый договор займа для возврата текущего долга таким документом не считается. Стоимость Керченского моста удалось снизить на 19 миллиардов рублей. Теперь проект стоит 228,3 миллиарда рублей. Мост через Керченский пролив будет иметь четыре автомобильных полосы и две железнодорожные нитки. Открытие автомобильного движения в рабочем режиме и начало временной эксплуатации железнодорожной линии планируется на 18 декабря 2018 года. Ширина Керченского пролива от 4,5 до 15 километров. Заказчиком по проекту выступает Росавтодор. Сегодня предельная цена по распоряжению правительства и по контракту, который в настоящее время заключается, 228,3 миллиарда рублей. Эта цена не в ходе проектирования, не в ходе строительства, не может быть изменена по условиям контракта. Предусмотрены достаточно... 228 миллиарда. Ключевым из которых является предельная цена и срок строительства. Цена на нефть выросла после обвала накануне. Мартовские фьючерсы на нефть «Бренд» на лондонской бирже поднялись на 1% до 54 долларов 69 центов за баррель. Цена фьючерса на нефть «ВТАЙ» на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли на 0,5% до 48 долларов 69 центов за баррель. За 4 сессии до среды котировки «Бренд» «ВТАЙ» выросли примерно на 20%. На слухах, что существенные сокращения затрат среди крупнейших нефтедобывающих компаний могут привести к сокращению избытка нефти на рынке. Евросоюз планирует расширить санкционные списки на фоне обострения ситуации на Украине. В список могут попасть несколько российских депутатов и заместителей министров, а также 14 украинских ополченцев. Ранее в конце января на встрече в Брюсселе лидеры ЕС объявили о решении продлить действие санкции еще на полгода. О решении продлить действие первого пакета санкций объявила Еврокомиссар по иностранным делам Евросоюза Федерико Магирини. Я могу точно сказать, что все будет зависеть от ситуации на месте. Если и когда все минские пункты будут исполнены, тогда, конечно, у нас не будет больше санкций. Но мы далеки от этого. Норвежский бизнес ждет отмены санкций в отношении России. Самой большой проблемой для бизнеса стало превращение вопросов торговли в вопросы внешней политики. Норвежско-российская торговая палата, членами которой являются 106 норвежских и 25 российских предприятий, намерена развивать сотрудничество. И прежде всего, обратить внимание на те отрасли, где компании могут работать вместе без рисков нарушить закон. Европейский Центробанк решил не кредитовать Грецию под залог облигаций. С 11 февраля греческие банки смогут получить финансирование под залог ценных бумаг только через программу срочного снабжения ликвидностью. Эксперты считают, что это решение говорит о том, что ЕЦБ считает возможным завершить оценку состояния экономики Греции и ждет от Афин предложений по новой программе финансовой помощи. На данном этапе не представляется возможным предположить, что завершение оценки выполнения кредитной программы будет успешным. Несмотря на отмену почти всех пошлин, экспорт продукции из Украины в страны Евросоюза вырос всего на 2,1%. В прошлом году страны Евросоюза купили украинских товаров всего на 350 миллионов долларов больше, чем годом ранее. В апреле прошлого года Евросоюз открыл свои рынки для товаров с Украины и почти все таможенные пошлины были отменены. В Киеве рассчитывали, что это позволит производителям экономить почти полмиллиона евро, а также увеличить на третий экспорт. Но на деле вышло иначе. 14 стран из 28 сократили закупки украинских товаров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова